Всем привет, с вами Мимик и мы продолжаем проходить Ниво 2. Подробное прохождение, без смертей. И сегодня мы пойдем на следующее дополнительное задание, пламенный бой. Я немножко изменил экипировку. Выглядим как-то так. Оружие, конечно, я еще не изменил, хотя мы нашли уже получше. Да, доспехи у меня теперь же такие. Можно, в принципе, выключить отображение шлема, потому что оно иногда бесит. Потом походим без шлема, так скажем. В общем, пламенный бой, 47 уровень, у нас 40, ничего страшного. 5 кадама здесь запрятана, поэтому тоже найдем. Только послушай, ты ведь знаешь, что Матадзе все пытается завоевать благосклонность правителя Набунаги, верно? Так вот, похоже, он решил повысить ставки и в одиночку отправиться на поиски одного известного врага Родовода. Но это не просто старый враг. Этот воин уже перебил немало милых бойцов противника. Кажется, Матадзе наверняка понадобится наша помощь, да? Пошли. Пошли. Раскинувшиеся под синюю вулканы священные земли никогда могли похвастаться множеством храмов и святилищ. Проснувшийся вулкан, однако, заставил людей покинуть эти места. Магма накрыла основание горы, образовав прочную горную породу, и местами все еще источает обжигающий жар. Редкая растительность на склонах горы прекрасно дополняет образ адских пустошей, но слухи о бродящих здесь беспокойных духах, жертв вулкана способны отпугнуть кого угодно. Новая локация, одна из самых таких красивых, хотя небольшой туман, немножко бесит. В общем, да у нас талисман есть, встречаем пацанчика. А, это ты, и ты ведь Хиде, да? Я узнал, что у дяди возникли проблемы, ну и решил отправиться ему на помощь. Ты, похоже, куда выносливый меня, так что оставлю это тебе. Мой дядя человек со странностями, да? Пойти на смешки ради господина Набунаги? Чушь какая. Ну, короче, сэкун. Чувачок сэкун, назовем его. Здесь показано, что здесь находится предмет, на самом деле он выше находится. Поэтому разберемся с святилищем. Люди. Одного можно убить из лука. Ну, можно не убивать из лука. Убиваем. И проходим, видим, да, такой огромный храм. Здесь у нас предмет. Соль. Соль это хорошо, против югаев прям имба. Слева у нас тоже входят люди. Здесь мы не можем открыть эти ворота. С этой стороны. Можно ее обойти. Можно зайти в храм. Можно и поднять здесь тоже лут. Здесь у нас несколько врагов. Один топорист, на самом деле молот. И здесь еще один пацанчик. Его можно было пропустить, если бы у нас не было талисмона. Убиваем. Здесь у нас ничего нет. Локация, конечно, тут выглядит прям вообще бомбезно. Здесь у нас еще один пацанчик. Лутает. Убиваем. И тоже лутаем. Первый кадама. И вот этот вот лут мы видели внизу. Можем зайти в здание. Храм открыть эту дверь. Здесь у нас прячется и пандатара. Поэтому забафаемся. Не то. Не вижу. Пандатара мечник. То есть более опасен. Можно его вывести. Блин, не попал. Но. Не захотел он использовать югоевскую обилку. Ладно. Пинаем. Ну и убиваем. Вот здесь есть еще одна дверь. Это перед финалом будет, скажем, тоже шурткат. Ну, хотя, такой себе. Он не шурткат. Здесь ходит враг. А, почему он его не заметил. Не захватил в цель. Здесь у нас лутерц. Он второй кадама. Этот лут с этой стороны мы не можем забрать. Убиваем тихо этого пацанчика. И подходим к патрулирующему. Плохо патрулирует. Поэтому будет наказан. Здесь появляется такая новая особенность игры, которая встречается крайне редко. Здесь накапливается вот эта вот вонь. Это не яд. Именно вонь. И когда мы под этим видом, мы очень плохо. А, ну и сейчас почему-то не может хавать. Ну, в общем, анимация кушания хилки прям очень долгая. Эту вонь надо уничтожить, понятное дело. Убиваем гаке. Здесь шахтер лазит. Убиваем его тоже. Эту вонь распространяет вот этот вот камень. Все, понятное дело, убиваем. И сразу же вонь исчезает. Нам нужно еще накопить это. То есть, если сейчас отойдем. То есть, вот я кашляю. Так, еще и гаке. За мной гонятся. Аккуратно. Получай. Хорошо. Понятное дело, если бы я не показал этот эффект, то я бы немножко получше бы. Прошел бы, убил бы одного гаки. Потом, ну, сначала йоки завалил бы. Но, тем не менее. Собираем лут. Так. 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 Собираем лут. Все враги. Все враги отрезаются. Потому что это не мир тьмы. Что там, Энки? Я тут. Убиваем анки. И подбираем котика. По врагам можно понять, кто здесь. Это у нас одноглазый иония. То есть, циклоп. Пафаемся. Блин, рано. Надо, чтобы он отошел от лужи. Убьет даже под эффектом защиты довольно много. Ну, ХП у него не так много. Поэтому убиваем. Можем через этот проход ходить. Теперь, хотя зачем. Перебафаемся. И проходим ниже. Киде, мне нужна твоя помощь. Матадзе не может убить двух гаки. Поэтому помогаем ему. О, спасибо огромное за мной, должок. А мне еще немало предстоит сделать, чтобы быть достойным. Вновь предстать перед правителем Набунагой. А, ты пойдешь со мной? Отлично. У Екай не будет ни единого шанса. Все. И Матадзе теперь с нами. Проходим ниже. Смотрим, что у нас происходит здесь. Во-первых, уходит Вайра. Внизу лежит заблудший воин. И справа шахтер, который будет у нас кидаться. Лучшим вариантом убить шахтера. Нифига себе, даже не шотнули. Потом спрыгнуть на заблудшего воина. А потом уже разбираться с Вайрой. Эх, любит она кататься. Ну, поджидаем красную атаку Вайры. После этого потом спокойно добиваем. Поэтому ничего сложного нет. Что-то самое главное не поймать ее с захват. Подбираем лут. И у нас есть два прохода. Сюда. И сюда. Если сюда мы пойдем, то здесь у нас видим кучу смертей. Поэтому туда мы пока что не пойдем. А зайдем сюда. Во-первых, можно пройти вот здесь. Видите, Кадама. Третьего. И ловушка. Эти ловушки были и в первой части. В части, по-моему, сейчас там только появляются. То есть наступаем на платформу. И в нас летят стрелы. Не только в нас, а и в Юкаев. То есть кто попадется. Поэтому нужно быть аккуратным. Любой блок спасает от этой ловушки. Так же, как мы видим, что наши союзники могут наступить на эту платформу. Поэтому нужно быть аккуратным. О, Матадзе. Снова нажал. Ловушка добила. Как я. Ну, когда ходим с союзником, нужно быть реально аккуратным. Потому что спокойно нажмет. А в нас потом еще и прилетит. Снова там летают стрелы. Заходим сюда. Здесь у нас маленький шахтер, большой шахтер. А Тадзе побежал уже. Убиваем мелкого, чтобы не мешался. Агрим на себе большого. И убиваем. Чего, собственно, сложного нету. Здесь у нас тупик. Но на самом деле нет. Потому что стенка. И, к сожалению, мы не можем увидеть никакой из вариантов дружелюбной. Поэтому да, угадали. Неплохо двигаешься. Проходи. Еще даже и душу свою дал. Возьми меня с собой, я уничтожу твоих врагов. Хорошо. Обновляем талисмана. Здесь у нас прячется Кадама. Поэтому стенка на самом деле довольно важная. Подбираем лут и выходим отсюда. Идем дальше. Шахтер. Заблудший воин. Если мы побежим к нему, он в нас будет стреляться, то мы спокойно нажмем платформу и нас это может еще и шотнуть. Поэтому нужно быть аккуратным. Можно заблудшего воина спокойно убить. Приключись. Кто у нас здесь? С мечом пацанчик. Два меча. Меч. Можно их поубивать. Блин. Блин. я хотел чтобы его нему попала стрела на самом деле не попала. Ладно, используем перышки. Катана упала. никакого на уровне сорокового кстати получше. Ну и супер. Призраки полезны. Эх, снова не попала. вот сейчас я убила. Аккуратно. И тут же мы находим еще одну ката, но по идее она должна быть похуже такая гемару. Я тут множитель получше. Возьмем ее, а во вторую возьмем так как гемару. Во втором слоте оружие прокачивается, ну, довольно медленно. Но все же прокачивается. Окей. С этим разобрались, проходим дальше. Здесь у нас ходит Йоки. Засада из Гаки. Йоки, здорово. уничтожаем его. Здесь нельзя пройти. Проходим дальше. Здесь у нас большой гэки подставу делает. Получаю Ай. Здесь небольшая развилка заблудшивая. Подъедает пацанчика. Там тоже убиваем. Адаму это не дает мне покоя. Ладно. Здесь у нас снова вот эта вот гадость, которая не даст нам нормально хилиться. и довольно опасная ситуация. Большой шахтер. Можно выманить его сюда. Ничего страшного не будет в этом. Убиваем. будет Йоке. Убиваем его. Здесь сундук охраняют эти летающие головы. И как раз этот вонючий шарик. Уничтожили. Теперь можно немножко подождать, чтобы упал эффект и нормально похилиться. там у нас ожидает вон еще битва с Йоке. Можно забафаться, почему бы нет. он довольно быстро кончается. Окей. И у нас проход ниже. Спускаемся. здесь нас уже приветствуют люди. А если пройдем сюда. Здесь тоже у нас ходят люди. Убиваем. Здесь мы можем открыть вот эту дверь в храм. Тем самым открыв главный шорткат этому месту. Хотя все равно лучше, чем через толпы Йоке бегать. Но также здесь еще и люди. люди используем святилище. Здесь мы как видим тот пацанчик сбежал. Он сбежал и сбежал. Нифига тут 77 уровня кто-то бегал. а мы сороковым пробегаем. Убиваем. Как примерно прокачивается можно увидеть здесь 126 привычности здесь 70 то есть два раза меньше. Кто? Не. Там лучник вон тут. Ладно пускай Матадзе с ним сражается. Пойдем дальше. Че там Матадзе убил того? Видимо убил. Убиваем его. подбираем лут и подбираем Кадама. Я уже чуюсь за покрови. Нас ждут великие подвиги. Этого Кадаму мы сверху видели. Не давал покоя. Но тем не менее здесь у нас главная комната. Здесь будет три врага люди. Два довольно слабых. Ну нажму один более сильный. Самое главное чтобы Матадзе кого-то на себе сагрил. Да он пошел убивать самого слабого из них лучника. Используем огонь. Матадзе Блин не успел. Ну вставай. Спасибо клянусь больше этого не повториться. Давай Матадзе ты же хотел в одного его убить. подберем пока что лут. Здесь можно посмотреть. давай помогу тебе ладно. Но тем не менее. Побеждаем. Отдать ей пандатары нифига. 43 уровня у нас оружие 40 лутового. Ладно. И получаем эссенцию из человека. Это в первый раз когда мы ее получаем. И на этом квест заканчивается. Ха! Мы это сделали я у тебя в долгу. Надо все рассказать правитель Нобунаги. Дает им своего духа. Пора и мне сложить оружие Недолго мне осталось Быть хозяином этого духа Но даже когда тело моё иссохнет Этот могучий зверь И будет дальше сражаться под оградом стрел Разрывай своих врагов на мелкие кусочки Плочки кусочки Окури ину Даёт нам духа У меня такой есть же У меня такой должен быть дух Ой, ну жест Ну искать его довольно долго Не, это тихо Ладно Пускай будет такой И на этом квест заканчивается Большое тебе спасибо Твоя помощь пришлась Весьма кстати И благодаря тебе Правитель Набуна говной взял Меня к себе на службу Если б не ты Боюсь, всё могло выйти совсем иначе Похоже, мне ещё учиться И учиться обращаться с копьём И вот, прими это Пожалуйста, в знак моей благодарности Дают копьё Отличную Тамахаганэ И два оселка Ничего полезного нам не даёт Также эссенция усопшего У неё нету каких-то особых эффектов Она, по идее, меняет Цвет души Эссенция То есть красный На синий И так далее Если мы возьмём гакя Сейчас здесь она Не меняет Или просто ранг повышает Я не совсем Разбирался С этими эссенсами Души Усопшего Ну да, поставить мы её Вообще не можем Ну, фиг с ним А есть и есть Окей В следующий раз мы пойдём На последнюю дополнительную миссию Магатама Бога Огня А пока на этом всё Я надеюсь, вам понравилось это видео Увидимся в новых видео И пока-пока Субтитры подогнал «Симон»